Есть разные племена. 867 языков на этом острове непонятно, как общаются. Когда я читала вообще об этой стране, оказывается, там многие не имеют понятия, что такое холодильник. До сих пор, ну, некоторые пишут, что существует людоедство даже в отдельных племенах. Вы знаете, ну, людоедство не существует. Это уже ушло в прошлое. Безусловно, раньше ритуалы такие были. И 867 языков, это действительно говорит о том, что страна уникальная. Около четырех языков знает практически каждый. Это местный язык, язык соседнего племени, язык Токпи-Син и, скорее всего, английский. Потому что английский язык образования. Образование происходит на английском языке. Те, кто живут в городах, они, безусловно, знают хорошо английский. 80% занимаются сельским хозяйством. Что значит сельским хозяйством и каким образом это развивается? Это не то сельское хозяйство, как, например, австралийцы в период непосредственно колонизации или протектората над Папулу-Ново-Гвинеи выращивали копру в той степени, сколько им было нужно для того, чтобы высосать ресурсы и потом продать. После того, как австралийцы ушли, например, мы вернулись в те же деревни, где был Микух Мака, и увидели те же абсолютно строения, без всяких плантаций. Я спросил, зачем? Почему вы это все убрали? Ведь вы могли зарабатывать деньги. Вы знаете, нам достаточно. Нам достаточно того, что мы и так добываем. Нам не нужно выкачивать ресурсы из своей земли, а всего того, что есть, нам достаточно. Поэтому они построили на тех же самых плантациях, как где было те же самые деревни, и продолжают тоже жить. По поводу холодильника я с вами абсолютно согласен. Они спрашивали меня по поводу того, что действительно можно продавать рыбу, если мы заморозим, потом ее переправим. Есть рыбные хозяйства, которые этим занимаются. Местные жители в основном добывают ровно столько, сколько им требуется. Это говорит только о том, что сейчас страна находится в хорошем, большом потенциале. У них есть очень интересная ситуация, что когда компании, которые приходят для того, чтобы добывать природные ресурсы, а по полному вне входит в первые 15 стран по запасам золота, жиженного природного газа, там достаточно много природных ископаемых, включая практически вся таблица Менделея, включая лес дорогостоящий. 15 портов, которые могут это все дело обслуживать. Но, к сожалению, нет веток железнодорожных, которые могут бесперебойно это подвозить. Нет иногда понимания инфраструктуры, как это будет работать. И нет той рабочей силы, которая бы работала на местах, которая требует обучения, именно работы с этими технологиями. И вот сейчас по полному вне обладает этими серыми ресурсами. С условием того, что Джеймс Марапа, это новый премьер-министр, который поставил целью действительно сделать эту нацию самой богатой, черной нацией, он сделал первые свои шаги следующие. Во-первых, 40% от того, что работают компании иностранные в этой стране, они стали забирать себе. Раньше около 17% компаний, которые работали в этой стране, отдавали государству, а остальное все забирали себе. Теперь 40%. 15% продают на внутреннем рынке и 15% налог на вывод капитала. Извините, пожалуйста, но при таких условиях, с условием того, что там ExxonMobil, с условием того, который был закрыт, и сейчас захочет опять продолжить работать. С условием компании Total, которая один из крупнейших проектов там построила. То есть я смотрю, много вокруг Папа Новой Гвинеи заинтересованных лиц крутится. Я просто вам могу сказать, что около 300 миллионов долларов Соединенные Штаты и другие страны подарили в период ковид для того, чтобы... Ну, не просто так, наверное. Ну, в качестве дружественных отношений. Ну, 8 человек всего лишь приболело, все остались в живых. И, конечно же, сейчас немножечко интонация разговора с Папой Новой Гвинеи другая, неповелительная. Сейчас они хотят действительно иметь контакты хорошие, потому что новый премьер закрыл те предприятия, которые не были выгодны для государства, для Папу Новой Гвинеи, для ее народа.